Всем привет! Многие виды бизнеса не могут практически существовать без привлечения новых клиентов. Те, кто отвечают за этот процесс, маркетологи, директора по маркетингу и продажам, сейчас находятся в замешательстве. Ведь с одной стороны, вроде как вкладываться так масштабно в рекламу сейчас нет смысла, ну а с другой стороны, терять продажи совсем не хочется. Как же тогда быть? Меня зовут Алена Полихович, и в этом видео мы с вами ответим на этот вопрос. В основном мы сегодня будем опираться с вами на зарубежные данные, так как COVID-19 и экономические последствия от него там уже более масштабны и измеряемы, поэтому будет логичнее опираться именно на эти данные. Ну, конечно же, самое первое и заметное, это падение спроса, кроме товаров первой необходимости, а также некоторых видов бизнеса, которые, как бы это ни было удивительно, наоборот, только выиграли от карантина. Ну, во-первых, конечно, заметен резкий спад поисковых запросов, связанный с туризмом, ведь поедем мы с вами куда-то явно не скоро, а также B2C-услугами. Но в то же время наблюдается рост всяких онлайн-сервисов, СМИ, доставки и порно. Также никто и никогда не будет экономить на своих детях, особенно в этот период, когда дети вынуждены сидеть дома вместе с родителями в четырех стенах, и им требуется гораздо больше развлечений. Как бы это ни было странным, но почему-то нет роста поисковых запросов именно информационного характера со словами «как», «зачем», «почему», «где» и так далее. Скорее всего, рост всевозможных медиаресурсов именно получает свой трафик с других способов, например, как с новостных агрегатов. С другой стороны, и тоже достаточно удивительно, такие запросы со словами «купить», «заказать», то есть продающие запросы, наоборот, показывают рост. Ну, во всяком случае, точно не спад. Даже если мы исключим из них такие популярные слова, как продукты, лекарства, маска, пицца и так далее. Вероятнее всего, этот рост связан с другими товарами народного потребления, потому что явно очевидно, что какие-то супердорогие вещи, например, огромные плазменные телевизоры, сейчас покупать и искать будут гораздо-гораздо реже. С начала марта наблюдается заметное снижение объемов рекламы, которую закупают рекламодатели. Но это и понятно, ведь сейчас это не самый выгодный такой канал мгновенной отдачи. Ну, конечно, разумеется, если вы только не продаете туалетную бумагу или санитайзеры. Поскольку конверсии, стоимость кликов, количество показов постоянно меняются, нужно быть очень внимательным и постоянно следить за своей платной рекламой, вовремя корректируя ставки, бюджеты, меняя что-то в самой рекламе. Так как сейчас многие сидят дома, то вы можете охватить гораздо больше своих потенциальных клиентов, больше сделать охват, больше показов. Что касается вообще рекламы в соцсетях, то она явно станет сейчас дешевле, и вы сможете охватить больше людей за те же деньги. Но вот что касается краткосрочной перспективы, это не очень выгодно, потому что от трафика вы получите много, а покупок мало, поэтому стоит рассматривать это как в долгосрочной перспективе. Карантин, который вызван эпидемией COVID-19, распространился по всему миру и повлиял практически на все сферы в нашей жизни. И, конечно же, включая контекстную рекламу. Поэтому, если вы до сих пор плывете по течению, то у меня для вас плохие новости. Ведь в ближайшее время заметно, что перестроится рынок спроса на товары и услуги. Поэтому стоит очень внимательно пересмотреть свои рекламные кампании, особенно если вы их запускали еще до начала карантина. Внимательно пересмотрите их, проследите, оперативно внесите в них свои изменения. В WordStream проанализировали почти 16 тысяч аккаунтов, беря где-то по 30 аккаунтов по одной отрасли. Взяли они период с 24 февраля по сравнению со средним значением за предыдущие 6 недель. И вот каких результатов они добились, точнее увидели. Ну, понятное дело, что на контекстную рекламу влияют все глобальные события, и COVID-19 не исключение. Кто-то получил больше продаж, смог больше продать, получил больше охвата, больше клиентов, а для кого-то показатели, наоборот, стремительно ухудшились. В период с 9 по 15 марта 2020 года поисковые запросы, в принципе, никак не изменились у пользователей США. Ну, единственное, что самих показов в рекламной выдаче стало на 7% ниже. И для некоторых рекламодателей это могло стать удивлением, хотя, в принципе, такое частенько происходит. Что необычно, так это поведение пользователей. Зачастую они ищут не то, что предлагает поисковая выдача, поэтому релевантность, рентабельность рекламы падает. Ну, и в целом люди стали сейчас менее решительны что-либо покупать, поэтому показатели рентабельности, конверсии, они значительно упали где-то на 21% вот с того момента, как пандемия распространилась именно в США. Ну, конечно же, результаты очень сильно зависят от самой отрасли рынка. Вордстрим рассмотрел по 7 областей рынка, в которых 7, в которых показатели значительно повышились, 7, в которых заметен спад и 7, которые наиболее всего пострадали от пандемии. Первые 7 отраслей, в которых показатели, наоборот, увеличились. Это некоммерческие благотворительные организации. Количество запросов выросло на 10%, количество конверсий на 23%, а коэффициент конверсий 20% составит. Сейчас таким организациям найти свою аудиторию проще простого. Вторая отрасль, конечно же, это здоровье и медицина, ведь люди ищут, как защитить себя и своих близких, а особенно сейчас. Поэтому продавать сейчас с помощью рекламы, начиная от безрецептурных лекарственных обезболивающих до первой необходимости каких-то вещей, стало гораздо проще. Бизнес-менеджмент. Компаниям сейчас срочно приходится переделывать свой бизнес, бизнес-управление, бизнес-стратегии, поэтому все запросы, связанные с бизнес-управлением, выросли на 23%, начиная с 23 февраля. Также, так как сейчас многие компании массово готовятся, или же уже перешли на удаленную работу, то возрос рост запросов на всякие канцелярские товары. Запросы в поиске возросли на 90%, клик по платной рекламе составил 35%, а коэффициент конверсии 41%. Также, поскольку обычные розничные магазины сейчас фокусировались на том, чтобы доставлять и продавать в интернете, то возник спрос на всякие материалы для доставки и упаковки. И 123% конверсии получают такие вот товары, услуги, запросы и коэффициент конверсии составил 107%. Следующее, это финансы. Рынки сейчас работают слабо, но вот люди ищут экспертное мнение, поддержки, консультации сейчас больше, чем когда-либо. В сфере финансов обычно самые дорогостоящие ключи и самое дорогое CPC, но сейчас отмечается значительное снижение CPC и давление в такой конкурентной нише. И также некоторые отмечают рост CTR. Ну, конечно же, тема красота и здоровье. На 41% возросло количество поисковых запросов для тематики повседневного ухода за собой, а также для таких средств, как мыло и дезинфицирующие средства для рук. И также многие отмечают падение CPC и повышение CTR. Медиа по запросу. Что это такое? Ну, во-первых, раньше, ну и в принципе сейчас, но раньше по телевизору шли программы с фиксированным временем, то есть в 6 часов это были новости, в 7 часов сериал, в 8 там какое-то кулинарное шоу. Медиа по запросу это YouTube и похожие сервисы, в которых вы можете просмотреть интересующую вас передачу в любое удобное для вас время, то есть нет фиксированной привязки к какому-то конкретному времени. И помогает это не только прослушивать, просматривать аудио, видео, контент, но и также для новостей, например, в режиме онлайн информирования, всякие сервисы для покупки и так далее. И так как сейчас многие практикуют самоизоляцию, то возник спрос на всякий домашний досуг, на всякие развлечения, игры и так далее. Конверсии значительные и показы в рекламе увеличились у обычных рекламодателей, тех, кто предлагает какие-либо там, например, игры, развлечения, но вот у медиа буквально случился прорыв за, начиная вот с карантина, с пандемии, за пару буквально недель. Выросла очень сильно конверсия, показатель просмотров. Ну и последняя тематика, в которой явно и рост, это поздравления всякие, открытки, подарки, ведь самоизоляция это очень грустно и одиноко, особенно если она затягивается на неделе, а то и на месяца. И, конечно, небольшие жесты внимания, это очень-очень приятно, особенно в этот период, и, конечно же, это отразилось на рекламе. Во-первых, поиск по всяким там поздравлениям и открыткам возрос на 15%, коэффициент конверсии на подарочные корзины возрос до 30%, а конверсии на цветы с доставкой возрос на 43%. Ну а теперь перейдем к тем семи отраслям, где результаты смешаны. WordStream очень внимательно следит за теми нишами и отраслями, в которых и возможен потенциал больших грядущих перемен в ближайшее время или же в ближайшем будущем. Ну и, во-первых, одна из таких сфер – это недвижимость. Ставки по кредитам остались все такими же низкими, рынок все так же остается пока на плаву. Трафик в поисковой выдаче остается относительно стабильным, с небольшими изменениями в ставке за клик, в объеме показов и в коэффициенте конверсий. Но, однако, возможны большие перемены в небольшом будущем. В строительной отрасли наблюдается снижение коэффициента конверсии и снижение объема поиска, что может привести в будущем к снижению показа такой рекламы. В объявлениях и поисковых запросах на недвижимость отмечено увеличение цены за клик на 15% за последний месяц, но при этом отмечается снижение коэффициента конверсии на 25% и на 30% где-то у агентств и брокеров. Аудитории сейчас достаточно сложно решиться пойти на день открытых дверей, поэтому они больше надеются на встречу с своим агентом. А вот поисковые запросы увеличился объем на 11% у услуг по организации переездов. При этом CTR все так же и цена за клик остались в пределах допустимой нормы, они в принципе не изменились. Следующая отрасль это обустройство дома. Обычно март это именно затишье в этой сфере, поэтому говорить, что как-то резко снизились показатели, это будет неправильно. Но в данной ситуации, так как американцы непосредственно стали чаще сидеть дома, то с одной стороны возможно это увеличит количество показов и конверсий в этой тематике, потому что появилось больше времени для того, чтобы заняться обустройством своего дома. Ну а с другой стороны непонятная экономическая ситуация, наоборот, может заставить людей поэкономить средства и не покупать что-то лишнее и не делать таких трат. Поэтому в ближайшее время эта ситуация будет как бы лакмусовой полоской, бумажкой и покажет какие результаты, чему ждать этой отрасли. Следующая тематика это мебель для дома. Здесь все обстоит стабильно, в принципе, плюс-минус, как и с обустройством для дома. Товары с большим чеком, мебель с большим чеком, показатели цены за клик, конверсии, коэффициент конверсии, количество показов, в принципе, не отклонялись больше чем на 2%. У товаров с меньшим чеком, то есть это всякая бытовая техника, спальные принадлежности, спальный гарнитур, точнее не мебель, а там постельное белье. Наоборот, возник больше рост спроса, запрашивают чаще, где-то на 7-11%, и это может быть хорошим знаком для данной сферы. Следующая отрасль это автомобиль. В ней не все так однозначно, вроде как наблюдается стресс в этой отрасли, показатель коэффициента конверсии упал где-то на 30%, хотя говорят, что март это не самое пиковое время для покупки автомобилей, в то же время заметно, что предпочтения в этой сфере у людей изменились. Ритейл. Некоторые говорят, что онлайн-магазины обугонят оффлайн-торговлю, но в то время, пока одни действительно проникают с этой онлайн-торговлей, онлайн-заказами, покупают что-то, смотрят, выбирают, то другие же, наоборот, из-за своего туманного будущего и непонимания вообще экономической ситуации в дальнейшем не спешат вообще что-либо покупать и куда-либо тратить деньги. И мы можем наблюдать, как на 14% упал коэффициент конверсии в данной теме. Есть, можно так сказать, и хорошие новости. Такие крупные ритейлеры, как Amazon, снизили свои бюджеты на рекламу Google и, соответственно, снизилась цена за клик и выровнялся CTR для других поставщиков. И наоборот, ситуация у оптовиков и ликвидаторов, у них цена за клик выросла на 14%, а конверсии на 9%. Работа и образование. Закрытие школ, колледжей, университетов оповлекло к вынужденному росту онлайн-обучения дистанционного, но несмотря на то, что класс сменился домом, поведение краткосрочной рекламодателей вузов не изменилось. Несмотря на то, что, возможно, отменят вступительные экзамены в июне, их перенесут, а также подача заявлений в колледж, поведение школьников в поисковой выдаче никак не изменилось и отмечается умеренный рост этих показателей и конверсий. Что касается сферы юридических услуг, то тут изменения незначительны. Объем поиска и конверсии упал менее чем на 5%, но все это компенсировалось тем, что цена за клик стала существенно ниже. Так что в целом в этой сфере все более-менее нормально. Примечательно то, что теперь клиенты чаще оставляют форму заказа не через сайт, а пытаются дозвониться, и, к сожалению, более чем 30% случаев они не могут дозвониться, их звонки остаются без ответов. Поэтому, если COVID-19 повлиял на время вашей работы, график вашей работы, вы стали работать удаленно, то обязательно пересмотрите, чтобы вся необходимая, нужная информация для пользователя в связи с этим отображалась. То есть пересмотрите свои объявления только по номеру телефона. Убедитесь, что там именно тот номер телефона, который сейчас работает, по которому сейчас вы имеете возможность ответить на звонок. Также расширение номер телефона, это тоже этого касается. Обязательно там указывайте актуальный номер телефона. Если же у вас изменился график работы, обязательно тоже эту информацию продублируйте как в визитке компании, так и на своем собственном сайте, не забывайте об этом. И обязательно пересмотрите Google мой бизнес, чтобы там также была, отображалась именно вся правдивая, достоверная информация, которая актуальна на сегодняшний день, на сегодняшний момент. Номера телефонов, график работы, и обязательно уточняйте, если вы все еще работаете, просто работаете там, например, удаленно, или только на доставке, обязательно уточните, что вы продолжаете работать. Ну а теперь перейдем к тем семи отраслям, которых дела обстоят совсем плохо. Понятное дело, что в связи с эпидемией COVID-19, всех волнует общественное здоровье больше всего, и те сферы, которые его затрагивают, они пострадали больше всего. Во-первых, конечно же, это путешествия, и всякие вот эти компании, туроператоры, турагенты, значительно пострадали. На сегодняшний день почти все страны мира закрыли свои границы, и полететь куда-либо мы сможем еще не скоро, но даже в период, когда еще границы были открыты, эпидемия только-только начиналась и набирала свои обороты, эта отрасль уже начала ощущать на себе негативные последствия, так как и бизнес, и люди, и государство старались сделать все, чтобы уменьшить количество ненужных куда-либо поездок. Плюс ко всему, конечно, еще огромный всплеск поисковых запросов, связанных с отменой рейса, с задержкой рейса, с возможностью вернуть, обменять билет. Это все также негативно сказалось. Поэтому вам стоит что сделать? Рано или поздно, конечно, все наладится, и страны снова откроют свои границы для путешественников, и вам нужно будет быть готовым к этому. И пересмотрите уже сейчас минус-слова, которые вы используете в своих компаниях и будете использовать дальше. Вам необходимо будет добавить новые ключевые минус-слова, связанные с эпидемией, с COVID-19, с отменой рейсов и так далее. Ну и, конечно, вам придется продумать, чем же привлечь людей. Возможно, это низкая цена, а возможно, где-то вы сможете предложить, например, страховку при бронировании полета куда-либо. В общем, об этом придется, конечно, сильно подумать. Следующая отрасль, которая пострадала, это бары и рестораны. Они очень сильно пострадали во время самоизоляции. Конечно, большинство бизнеса перешло на доставку и на продукцию, на вынос с собой, но все равно количество поисковых запросов по этой тематике резко упало. Ну и, в принципе, это неудивительно, так как люди приходят в бары и рестораны не просто для того, чтобы вкусно поесть, а и для того, чтобы насладиться самой атмосферой. Следующая тема, это лайв-развлечения. Из-за того, что всем еще в начале эпидемии советовали избегать публичных мест, стараться не находиться где-то в огромной толпе и так далее, то всевозможные артисты, они подменяли все свои турны, туры, и, соответственно, поисковых запросов упало на 24% по этой тематике, а конверсии аж на целых 30%. Также пострадали конференции. Крупные конференции были либо же отменены вообще, либо же были перенесены, либо же были заявлены, как теперь в онлайн-формате. И, к сожалению, многие бизнесы в своей маркетинговой воронке полагаются на ивент-маркетинг, и для них это, конечно, большой удар. С начала февраля после вспышки, то отметили, что падение конверсий по этой тематике составило около 30%. Ну и, конечно же, пострадал спорт и фитнес. Значительные спортивные мероприятия были отменены, либо также перенесены, и также закрыты были спортзалы, фитнес-залы. А поначалу, пока еще эпидемия не приобрела таких огромных размеров, и еще не было вот такого массового всего закрытия, спортзалы, те, которые продолжали работать, они отмечали, что приток клиентов и посетителей стал гораздо-гораздо ниже. Ну и, соответственно, коэффициент конверсии также по этим запросам уменьшился в разы. Но зато на этом фоне получила значительный прирост такая тематика, как онлайн-спорт, онлайн-фитнес, всякие онлайн-приложения для этого, онлайн-курсы, программы и так далее. Поэтому, если вы как-то связаны со спортом, у вас есть возможность перебазироваться на онлайн-проведении каких-то мероприятий спортивных, то сделайте это. Также экономический спад, закрытие рабочих площадок привели к тому, что по тематике строительства также неутешительные результаты. Ведь все стройки массово начинают замораживаться, проекты переноситься, откладываться на неопределенный период. И, соответственно, этой тематикой интересуется все меньше и меньше людей. Также пострадало производство и промышленность. Всякие производственные цеха, заводы работают медленнее, и, соответственно, реклама по производству чего-либо, она также терпит недостатки. Во-первых, на 5% выросла цена за клик, и объем поисковых запросов вообще по этой тематике снизился на целых 13%. В свою очередь Яндекс предоставит поддержку для рекламодателей в Яндекс.Директе и предоставит им бонусы. Яндекс.Директ хочет поддержать представителей малого и среднего бизнеса и потратить около 500 миллионов рублей. Таким образом, он предоставляет бонусы для рекламодателей в Директе сроком пользования где-то около на 2 месяца, чтобы вы могли рекламировать свои товары и услуги. Программа Яндекса по поддержке малого и среднего бизнеса включает в себя два пункта. Во-первых, как я сказала уже, это бонусы в Яндекс.Директе. Рекламодатели до 30 апреля могут подать заявку на рассмотрение, чтобы получить 15 тысяч рублей в виде бонусов для того, чтобы запустить свои рекламные кампании. А также они смогут получить бесплатную настройку одной рекламной кампании от специалистов Яндекса. Ну а вторым пунктом это инструменты для удаленной работы. Яндекс увеличит срок пользования бесплатно сервисами, телефонии и диска. Вы также должны подать успеть заявочку на это. И соответственно Яндекс увеличивает размеры лимитов для специальных инструментов для бизнеса, телефонии, диск, а также трекер, чтобы вы могли использовать свои проекты, пользоваться ими, отслеживать, что и как вы там ведете. В свою очередь Mail.ru Group выделит 1 миллиард рублей на поддержку малому и среднему бизнесу. Средства пойдут на помощь, например, агрегаторам такси, так как агрегатор CityMobile компенсирует доход водителям, которые пострадали в результате эпидемии, у которых возникнет простой связанный с заболеванием, или же они контактировали с заболевшими. И помимо всего прочего, они снабжают водителей масками, санитайзерами, антисептиками и разными дезинфицирующими средствами. Также средства помощи пойдут тем компаниям, которые столкнулись с проблемами кадров в период кризиса. Так, сервис по поиску работы в Орке начислит дополнительные бонусные рубли таким компаниям, а также он продлит срок действия вашего активного аккаунта после окончания пандемии. Также помощь пойдет компаниям, связанной с недвижимостью. Так, цифровое агентство недвижимости 33 Слона откажется от своей комиссии в пользу риэлторов и агентств. Помогут также и ресторанному бизнесу. Деливери Клаб снизит комиссию для новых партнеров, которые подключатся к платформе. А также ВКонтакте тоже даст бонус для продвижения кафе и ресторана. Также без внимания не окажутся компании, которые вынуждены перейти работать в онлайн. Для них компания Mail.ru подготовит специальный пакет Mail.ru для бизнеса. Помогут и компаниями, представителям тех услуг, которые оказывают дистанционно и на дому. А так, сервис объявлений ULA позволит пользователям размещать бесплатно до 200 объявлений в месяц, а также бесплатно размещать объявления за бонусы. Социальные сети ВКонтакте и Одноклассники удвоят бюджеты на продвижение малого и среднего бизнеса на данных платформах. Ну что ж, настало время подводить итоги. Во-первых, в контекстной рекламе мы говорим о теме коронавируса очень осторожно. Мы не нагнетаем, мы не создаем панику, но в то же время мы даем понять пользователю, что мы в курсе всего происходящего и нас это тоже волнует. Во-вторых, обязательно на своем сайте, в своих рекламных объявлениях мы указываем только актуальную информацию, актуальный график работы, доставки, актуальную цену и актуальные товары, которые есть в наличии. Также мониторим постоянно тенденцию на спрос, работаем со спросом здесь и сейчас. Ну и, конечно же, прописываем наши уникальные торговые предложения, связанные с обстановкой в мире, которые актуальны и подходят, а не просто выдумываем креатив из головы. Любой кризис это время, когда сильный становится сильнее, а слабый умирает. По примеру Китая мы можем судить о том, что активный пик вот этой всей пандемии продлится несколько месяцев. Поэтому, если сейчас заморозить все бюджеты на рекламу, заморозить вообще любую рекламу, любой маркетинг, то вы рискуете, конечно, просто похоронить свой бизнес. И делать так абсолютно не стоит, стоит просто пересмотреть бюджеты, пересмотреть свои рекламные кампании, что-то в ней поправить и оперативно реагировать на то, что происходит в мире. Экономики для восстановления потребуются от года до нескольких лет. Это мы можем понять, исходя из предыдущих анализов по восстановлению мировой экономики вследствие каких-то вот таких же глобальных изменений в мире. И все, что приведет это в рекламе, это то, что увеличится количество банкротств, снизятся, конечно же, бюджеты на рекламу, соответствие конкуренция станет пониже. Но проблема в том, что конкурировать между собой будут те компании, которые остались, и конкурировать они будут за пользователя, который сам стал беднее. Поэтому разумная стратегия — это снизить расходы на действующую активную рекламную кампанию и перераспределить бюджет так, чтобы его хватило в долгосрочной перспективе. Имейте в виду, что просто пересидеть к кризис, ничего не делая, не выйдет. Вам не удастся выйти на те же показатели, которые у вас были до февраля 2020 года, используя все те же маркетинговые инструменты. Вам нужно своевременно применять различные тактики, стратегии, своевременно реагировать на то, что происходит в мире. Если для вас была полезная информация, которую сегодня я вам рассказала, обязательно делитесь с ней своими друзьями, оставляйте лайки, комментарии, задавайте вопросы, которые вас интересуют. Расскажите, как вы боретесь с этим кризисом, какие вы предпринимаете меры, как на вас это повлияло на ваши рекламные кампании. Не забывайте подписываться на наш канал в YouTube, не забывайте вступать в нашу группу в Telegram-канале, также подписывайтесь на наши аудиоподкасты, на наш Instagram-аккаунт. И я желаю вам крепкого здоровья, хороших продаж и до новых встреч!